МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире обзор прессы в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто самый богатый в Карелии? Газета Петрозаводск внимательно пересчитала деньги в карманах отчитавшихся о своих доходах чиновников различных уровней. Журналисты составили рейтинг самых крупных доходов наших чиновников за 2013 год. Составители рейтинга предупреждают, в сумму дохода включены не только зарплаты, но и деньги, полученные от продажи имущества и дивиденды с ценных бумаг. Самый богатый карельский чиновник, министр труда и занятости Карелии Иван Скрынников, чей суммарный доход за 2013 год составил 4 миллиона 428 тысяч рублей. Журналисты предполагают, что лидерскую позицию Скрынникову принесла продажа имущества. Второе место. Прокурор Сегежского района Сергей Орлов, получивший за год 3 миллиона 482 тысячи и 189 рублей. Он обошел даже своего главного начальника. Доход прокурора Карелии Карена Габриэляна оказался меньше на миллион. Третье место. Губернатор Карелии Александр Худилайнин в отчете поставил сумму 1 миллион 882 тысячи 117 рублей. Меньше, чем многие министры и председатели госкомитетов. Зато его супруга вполне могла бы возглавить этот рейтинг. Доход жены Худилайнина почти 7 миллионов рублей. Четвертое место поделили заместительницы Петрозаводского мэра Елена Логинова и Евгения Сухорукова. В прошлом году заработали примерно поровну около полутора миллионов рублей. На пятом месте. Министр культуры Елена Богданова с доходом 1 миллион 300 тысяч рублей. Рейтинг газеты Петрозаводск заканчивается на шестом месте. Его получает Галина Ширшина, мэр карельской столицы. Задекларировала 917 с половиной тысяч рублей. Сколько стоит отдых в Крыму? Журналисты обзвонили турагентство и выяснили цены. Оказалось, сэкономить отдохнув на полуострове не получится. Между Симферополем и прочими городами налаживают авиасообщение. Ожидается, что самолет на полуостров полетит этим летом также из Петрозаводска. Сколько стоит тамошний отдых? При условии, что отдохнуть в Крым, отправляются двое. Журналисты выяснили цифры, обзвонив несколько петрозаводских турфирм. Как выяснилось, цены на отдых в Крыму действительно очень разные. За 61 тысячу рублей можно провести две недели в Феодосии с одним завтраком. Пансионат с трехразовым питанием обойдется дороже – около 65 тысяч рублей. Полный пансион – от 50 до 90 тысяч рублей на двоих. Люксовый вариант в Феодосии будет стоить не дешевле 100 тысяч. Похожие цены в Евпатории. Двухместный номер с завтраком в гостинице с двумя звездами обойдется в среднем в 56 или 60 тысяч рублей. Люкс в гостинице классом чуть повыше – может стоить до 170 тысяч рублей. Севастопольские гостиницы предлагают в среднем номера за 70 либо 80 тысяч за двоих на две недели. За 80 тысяч можно снять двухместный номер с трехразовым питанием в Ялте. Примечательно, что столь любимой россиянами системы «все включено» во многих пансионах и гостиницах нет. Максимум, на что можно рассчитывать – трехразовое питание. Иными словами, экономии на отдыхе в Крыму не получается. Туристы, выбирающие на лето Египет, могут отдохнуть за 30 тысяч на двоих. А за 50 либо 60 тысяч рублей можно две недели не думать о пропитании и питье вообще. Примерно за эти же деньги удастся найти номер и в гостиницах средней руки, например, в Турции. Прионежье может остаться без поликлиники. Предусмотренные на нее деньги ушли в Крым. Ситуацию с доступностью медпомощи обсудили представители общественного совета при Министерстве здравоохранения и удивились терпению местных жителей. У жителей Прионежья нет своей поликлиники. Люди из района вынуждены обращаться в поликлиники Петрозаводска. Нередко случается, что к врачу нужно ехать в одну поликлинику, сдавать анализы в другой, а за рецептами ехать в третью. Предполагалось, что к столетию Республики Карелия в Петрозаводске будет построено три новых поликлиники. Одну из них предполагалось передать Прионежскому району. Однако, как было озвучено на заседании совета, из-за присоединения Крыма вопрос с выделением денег на поликлиники может быть заторможен. Активисты района пытаются самостоятельно найти здание в Петрозаводске, которое можно было бы использовать под местную поликлинику. Преступник из Карелии вошел в десятку самых опасных злодеев, которых разыскивает полиция. Сайт МВД России опубликовал ролик с рассказом о самых опасных, непойманных преступниках страны. В список полиции попал уроженец Карелии Сергей Кузнецов. Его обвиняют в совершении серии убийств и организации преступного сообщества. Полиция просит помочь в поисках преступника и обещает вознаграждение до трех миллионов рублей за информацию о нем. Работа Андрея Нелидова попала в поле пристального внимания общественников. Правозащитники просят Росимущество проверить деятельность директора музея-заповедника Кижи. В частности, представителей Карельской региональной организации защиты прав граждан под названием «Согласие» интересует, на каких основаниях, на какие средства и с какой целью производился масштабный ремонт в доме специалистов на острове Гоголев, который является государственной собственностью и предназначен для размещения работников музея. По информации правозащитников, дом специалистов переоборудован под апартаменты для проживания семьи директора музея Нелидова. Члены согласия хотят знать, на какие средства производится ремонт кабинета директора на острове Кижи с расширением его площади, за счет сокращения площади кабинета научных сотрудников. Общественность считает необходимым проверить транспортный цех музея, по их данным. В настоящее время у причала в деревне Васильева стоит новый большой катер, который был куплен недавно. Вопрос на какие деньги. Также правозащитники сообщают, что в аренду музею сдан личный автомобиль директора. Напомню, это далеко не первое обращение правозащитников по поводу деятельности директора музея Кижи Нелидова. Но реакции от федеральных органов власти не поступало. Андрей Нелидов решил разводить на острове Кижи ежей. Правда, потом передумал и сообщил, что это была лишь шутка. На территории музея под открытым небом ежики должны были уничтожить расплодившихся на острове змей. На острове Кижи развелось немало опасных змей. Коллектив музея размышляет, как же решить эту проблему. На обилие змей журналистам пожаловалась некая сотрудница Кижского музея. Она же рассказала, что директор Андрей Нелидов пообещал завести на остров ежей, которые вступили бы в бой со змеями. Журналисты незамедлительно связались с Нелидовым, который все опроверг. Андрей Витальевич сказал, что про ежей он пошутил своим сотрудникам и завозить их на остров не собирается. Мол, ежи на острове не выживут. Что касается змей, Андрей Нелидов подтвердил их. Действительно, в этом году много на острове, а одну гадюху, как рассказал экс-губернатор Карелии, он даже убил лично. Вы смотрели обзор прессы. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова